Приветствую вас. Проблема заключается в том, что вдохновить человек, то есть заставить что-то делать, может только стимул извне. То есть посмотрите, как получается у вас жизнь. Вы договариваетесь и, собственно говоря, как сторона в данном договоре вы выполняете свою часть сделки. А вот молодой человек – нет. Он ее не выполнил. И да, у него были свои причины на это. Да, он оказался жертвой обстоятельств. Сомнения его насчет будущего тоже понятны. Все это действительно имеет место быть. Только вот ваш план от этого ближе не становится. А все почему? Потому что мужчина знает, что вы с ним рядом, вы его поддерживаете, вы его простили, вы терпеливо ждете, пока он выплатит кредит и будете ждать еще. Понимаете? Ничего не изменится в поведении вашего мужчины до тех пор, пока его будет все устраивать. А его все устраивает. Работа у него есть. Вы у него тоже есть. Вы учитесь, вы работаете, да? Вы ему помогаете. И что еще надо? Мужчина ошибся. Да, мужчина ошибся. И если раньше он считал, что будет как-то содержаться в семью, то сейчас, вероятно, так он уже не считает. Он не считает, что сможет обеспечить семью, вашу семью. И это, вот это решение, это убеждение, оно не дает ему возможности идти дальше. Но с другой стороны, вы же с ним. Зачем что-либо менять? Зачем что-то искать, что-то делать, если вы все равно рядом с ним? И вы принимаете его таким, как он есть. И здесь, как вы, наверное, понимаете, у человека нет желания что-то делать. А если человек не хочет, заставить его нельзя. Нельзя заставить человека делать что-то против своей воли, тем более, если это касается таких, как мужчины, например. И здесь у вас есть один единственный вариант. Это перестать давать ему понять, что он вас не потеряет. Вы всегда будете с ним рядом. Вот вы придите к нему и скажите. Дорогой, вот я смотрю, как-то время идет, а наши планы не осуществляются. Не вижу я с твоей стороны рвения никакого особого на то, чтобы учиться, чтобы выполнить счастье в своей сделке. Я не вижу у тебя никакого желания обеспечивать нашу будущую семью. Да, ты ошибся, я тебя простил, но не думаешь ли ты, дорогой, что я буду прощать тебя вновь и вновь, снова и снова. Если ты считаешь, что не сможешь обеспечивать нашу семью, то скажи мне, я хотя бы ждать тебя не буду. Я хотя бы буду жить дальше и идти к своим целям. А если ты мне не скажешь, то я сама посмотрю на твое поведение и решил в один прекрасный момент, что нам с тобой больше не по пути. И вы знаете, наверное, вы скажете, что это слишком жестоко, что это слишком грубо, что нельзя так, что человека понять нужно, что человека, как бы, ну, сочувствовать нужно. Тут он такой несчастный, он в ловушку попал, да? Согласен. Нужно такому человеку посочувствовать. Но, это сочувствие дает мужчине только одно. Расслабление и нежелание что-либо менять. По сути, сытость. По сути, удовлетворение всех его потребностей. Ему нужно работать, он работает. Ему нужно быть, грубо говоря, с вами, он с вами. У него есть где жить. И все, в принципе, хорошо. И только лишь почувствовав угрозу потери вас, мужчина может начать что-то делать. Что-то действительно делать, если почувствовать, что вы бесконечно ждать не готовы. Что вы терпеть не готовы. Что вы принимать бесконечно его отговорки и нежелание делать то, о чем изначально было уговорено, не будет. И вот только тогда, мужчина может начать что-то делать. Если он действительно вас любит. Если он действительно хочет добиться того, что вы изначально планировали. Потому что сейчас он считает, что у него как минимум не получится. И он, разочаровавшись в себе, не хочет больше пробовать. Почему? Потому что это удар по самооценке. Он уже эти удары по самооценке получал. И больше ему не хочется. И перебороть это нежелание будет только другое нежелание. Нежелание потерять вас. Как вы помните, минус на минус дает плюс. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в кличку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok